Радиостанции «Бизнес.ФМ», телеканал «РБК» и деловой журнал «Статус» представляют совместный проект «Высшая Лига». Добрый день, это «Высшая Лига». С вами Юлия Дорн, гость нашей программы, основатель и генеральный директор компании «ЛТ-Консалт» Анна Левчук. Сегодня мы поговорим о бережливом производстве. Анна Александровна, добрый день. Добрый день, Юлия. «Высшая Лига». Досье. Досье. Консалтинговая группа «ЛТ-Консалт» – это комплексная защита и развитие бизнеса, включающая помощь бухгалтеров, юристов, экономистов и маркетологов. Это не просто консультации по наиболее сложным вопросам, но и полное переключение на себя трудоемких процессов, связанных с бухгалтерией, управлением финансами и маркетингом. Компания специализируется на сложных комплексных услугах, отслеживании финансовых потоков внутри компании, расчете себестоимости продуктов и окупаемости проектов, полном экономическом сопровождении любой сложности. Огромный опыт накоплен в части внедрения концепции «Бережливое производство». Слоган «ЛТ-Консалт» – совершенство – это стиль жизни. Анна Александровна, сегодня мы говорим о концепции «Бережливое производство». Она достаточно стремительно завоевывает доверие российского бизнеса. Вот давайте для тех, кто с ней еще не знаком, объясним, в чем ее суть. Сегодня это тренд «Бережливое производство». «Бережливое производство» – это концепция управления производственным предприятием, рассчитанная на то, чтобы на каждом этапе исключить всевозможные потери. Эту концепцию разработали японские производственники в компании «Тойота». Суть этой концепции в том, чтобы исключить любые потери, неоправданные используемые ресурсы в каждом конкретном операционном цикле. А что это могут быть за потери? Потери могут быть различного характера, например, такие как долгое ожидание клиента, когда продукция возвращается на перепроизводство, когда неправильная логистика, очень много перемещений товара, когда, допустим, есть какой-то лишний этап обработки в процессе производства, когда даже сотрудник не реализовал свой потенциал в этом процессе. Даже это считается? Даже это. Неоправданные финансовые потери, неоправданные использования неправильных трудовых ресурсов. Ну, вот, соответственно, материально. То есть я правильно понимаю, что, по сути, любые процессы предприятия делятся на те, которые добавляют ценности для потребителя, и на те, которые не добавляют ценности? Потребитель не должен платить в конечном итоге за наше неправильное управление, за то, как мы неправильно распределяем наши трудовые ресурсы, складские ресурсы. Он готов платить за ценность продукта, за конечный результат. Вы сказали, что эта концепция была придумана корпорацией Toyota, но она же не осталась сугубо японской, шагнула дальше. Да, все верно. Изначально это действительно была японская разработка главным инженером производственной компании Toyota. Затем подключились американские производители, очень глубоко стали изучать этот опыт, его систематизировали, и возникло уже новое направление. Это линд-менеджмент, линд-фактуринг. И, соответственно, переживое производство распространилось на территории европейской части и вот дошло до нас, до России. Изначально это было использовано в крупном машиностроении. Теперь эти элементы присутствуют везде, на других производствах, и в системе образования, и в системе строительства, и в финансовой структуре, повсюду. А вот насколько легко эта концепция входит в российские реалии? Насколько она вообще соответствует нам ментально? Может быть, насколько наши предприятия легко принимают? Конечно, существуют свои особенности. Даже взять элементарно расстояние российские, да, и километры в Европе, да. Допустим, наш потребитель, если взять какую-то сферу, например, техническую станцию обслуживания, он не готов ждать, когда мы закажем запчасти где-то, очень долго. Да, в любом случае, особенно в регионах в России, у нас достаточно долго происходит процесс поставки. Да, пока закажут, пока привезут. Да, пока привезут, пока там сформируют доставку и так далее. То есть какое-то количество запчастей в данном случае должно находиться на складе. И вот таких моментов на самом деле очень много. То есть есть российские реалити, а есть все-таки европейские и японские. Но это все адаптивно. Вы можете из своего опыта привести пример, как бережливое производство помогло увеличить прибыль российской компании? Да, яркий пример – это строительная компания с автобазой. Там было более 300 единиц техники. Очень интересная была практика, опыт. Там была следующая проблема. Строительная техника не выходила в определенный момент на работу. Причина банальная. Строительная техника просто была в ремонте. Когда заходили на исследование, на строительную площадку, в ремонтный цех обнаружили следующее. Ремонтный цех был построен таким прямоугольником. И в процессе поломки, в хронологическом порядке загонялись туда сломанная техника. Ну, и образовался такой вагончик. И все по очереди ремонтировали? Все по очереди ремонтировали. Причем ремонт каждой машины был с разным циклом. Допустим, крупный габарит стоял, ремонтировался долго. В серединке была, допустим, машина, которая очень быстро ремонтировалась. Что происходило дальше? Ту машину, что отремонтировали, нужно было, соответственно, выгнать на строительную площадку. Передвигали все сломанные машины обратно, вывозили ту, которая уже была готова к работе. А строители сидят и ждут техники? Строители, они не ждали, они бегали туда-сюда. И вот это время перемещения занимало огромное количество трудозатрат. Что сделали? Построили дополнительный модуль. Соответственно, стал не прямоугольник, а вот такой крест. Каждое крыло отвечало за свой транспорт. Вот такое правило дорожного движения было придумано в этом ремонтном цехе. Прописано, кто куда въезжает. Каждое крыло было с определенной табличкой. Сюда крупный транспорт, сюда мелкий, сюда, допустим, оборудование и так далее. И каждый знал, куда заезжает и как. В середину этого ремонтного цеха была установлена ремонтная установка, компрессор. И получилось, что каждый имел свободный доступ, совершенно равно удаленно стояла эта техника. Удалось подсчитать, сколько удалось сэкономить, я не знаю, времени и денег? Удалось подсчитать. Компания была с многомиллионными оборотами. Коэффициент исправности техники увеличили на 12%. Это очень круто. Крутой результат считается. И что самое главное, в этом процессе смогли вовлечь каждого сотрудника в этот процесс. То есть они начали генерить свои идеи. Допустим, тяжелые тележки нам уберите, сделайте нам ремонт комплекта в дипломатиках. И вообще задача бережливого производства в том, чтобы каждый член компании, каждый сотрудник был вовлечен максимально в этот процесс. С целью создания действительно эффективного процесса и результата для конечного потребителя. Получается, что это всегда такое индивидуальное решение, что это не какие-то общие правила, а каждый раз для каждой компании это свое решение? Обязательно. Обязательно нужно все анализировать и смотреть. Еще одна задача бережливого производства, это не решать уже последствия случившегося, а вырабатывать некие стратегии и методы, чтобы избежать эти потери. Это тоже как инструмент предвидеть вот такие ситуации. Каким компаниям нужно обязательно внедрять бережливое производство и есть ли тут какие-то противопоказания? Мое мнение, не только мое. Эти инструменты должны использовать любая компания, потому что это рычаги для экономии. Все остается при своем, но при этом ты экономишь на том, что есть. Все говорят об экономии. Обычно собственники и руководители идут следующим путем. Сокращают зарплаты или количество сотрудников. Или рекламу урезают. Или рекламу урезают. То есть такой прямой финансовый результат сразу. Но если быть в операционном процессе, каждый день наблюдать, более того, люди должны быть вовлечены в этот процесс, то тогда, конечно, видно другие методы для экономии. Это гораздо долговременнее, вот такая стратегия эффективная. Каждому потребителю, если он видит, что компания стремится, прислушивается, что не готов долго ждать, или еще какие-то вещи, это важно. Если компания использует эти методы, она, конечно, предполагает доверие потребителю. Такая компания становится заметной и масштабируется на рынке. В любой сфере можно внедрять бережливое производство? Абсолютно в любой. Если вы наблюдаете, сейчас есть бережливые поликлиники, абсолютно в любой сфере это возможно. Анна, пожалуй, основной вопрос, как выбрать партнера для внедрения концепции бережливое производство? Что тут главное? Конечно, критерии присутствуют. Очень важно, чтобы люди, которые будут внедрять бережливое производство, имели профессиональный опыт в этом. Допустим, если про нашу компанию говорить, у нас люди имеют профессиональный опыт в этой сфере. Они выходцы из больших крупных компаний, из разных отраслей. Это авиапром, химпром, строительство больших значимых инфраструктурных объектов. Это однозначно должно быть, чтобы люди не были просто теоретиками, а они знали предмет. Причем разносторонний. Если говорить дальше, эти люди должны быть постоянно в обучении, потому что это такой опыт. Пластичный его нужно смотреть, применять, постоянно экспериментировать, находиться в самом процессе. В частности, мы запускаем курс обучения бережливому производству. Можно привлекать, а можно и учить своих собственных сотрудников на предприятии, для того, чтобы они могли сами все это реализовывать у себя. То есть бережливому производству можно учиться? Даже нужно учиться, потому что любой консалт, он приходит, внедряет, но это необходимо продолжать, необходимо контролировать и смотреть, что дальше происходит. Это такой бесконечный процесс усовершенствования. Невозможно сразу вычленить абсолютно все потери. То есть постоянно нужно наблюдать за этим процессом. Курс мы запускаем совместно с нашими партнерами из Института бизнеса и инновационных технологий города Санкт-Петербурга. После этого курса мы предлагаем удостоверение о повышении квалификации и европейский сертификат. И так и сотрудничаем с Чехией. Курс рассчитан тремя модулями. В течение четырех дней происходит обучение. Два модуля в Новосибирске и последний модуль в Санкт-Петербурге. Что очень важно, это не просто теория. Как раз в Питере люди приходят на большие крупные компании и смотрят, и трогают руками, наблюдают все процессы с практической точки зрения. Я считаю, что это главное, чему мы должны научить. Для понимания, это курс для владельцев бизнеса, для топ-менеджмента, для HR-службы. То есть кто является в компании главным внедренцем, так скажем? Ну, конечно, руководители компании должны быть в курсе, и они должны понимать, что делают в подчинении люди. И, конечно, это производственные все работники, главные инженеры, начальники производства и так далее. Анна Александровна, спасибо. Я напомню, в рамках проекта «Высшая лига» мы беседовали с основателем и генеральным директором компании LT-Consult Анной Левчук. Печатную версию этой программы вы можете прочитать в журнале «Статусы» на портале CBFM. Аудиоверсию слушайте на радио «Бизнес.ФМ», а телевизионную смотрите на канале РБК. С вами была Юлия Дорн. До встречи. Радиостанция «Бизнес.ФМ», телеканал РБК и деловой журнал «Статус» представляют совместный проект «Высшая лига». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова